Центр по выдаче гуманитарной помощи Наталья Кривохижа пришла по приглашению волонтёров. Из Луганской области женщина выехала ещё в 2014 году. Когда в соседних с её родным Горским, Северодонецкий и Лисичанский начали разрываться мины, она забрала детей и уехала в Харьков. Её мальчишкам 3, 5 и 7 лет. Общий доход семьи в среднем составляет немногим более 3 тысяч гривен. Львиная доля этих денег идёт на оплату коммунальных услуг. Сильно подтачивают бюджеты траты на одежду, а обувь на мальчишках просто горит. Хорошо ещё, что не приходится платить за аренду жилья. Наталья с малышами живёт у родственников в небольшой комнатке. Устроиться на работу женщина пока не может. Дети всё время болеют. Потому волонтёрская помощь как нельзя кстати. Это бюджет, это не получается. Можно возможность сэкономить, может быть, зимнюю куртку купить, а не купить вот эти продукты. Это, конечно, существенно. У меня очень сильно одет порошок. У меня мальчишки, сами понимаете, особенно летом. Мы живём сейчас на секторе, это просто. Порошок уходит, вот очень сильно порошок уходит из того, что мне. Продукты, ну продукты, кашу. В основном только варишь кашу, суп вот такой вот комбинируешь. Растительное масло тоже хорошо идёт. Особенно сейчас жарить всё. Мука очень любят мучное просто. От стиральных порошков до круп и тушёнки. В каждом наборе товары первой необходимости. Закупить их удалось благодаря финансовой поддержке швейцарской и венгерской гуманитарных организаций, рассказывает руководитель программы Наталья Назаренко. Мы всё равно, видите, мы дарим картошку, мы всё равно варим сухой, который как бы рисовый. Всё равно готовим вареники сейчас, это пивильные ягоды. Ну и макароны с сахаром, так сказать, никто как бы не отменял. Поэтому тот набор, который всё-таки позволяет семье продержаться какое-то время. Чтобы получить помощь, кроме паспорта, нужно предоставить справку переселенца. На выдаче ведут строгий учёт. Сотрудники фонда заготовили 450 наборов. Но на город уйдёт всего 100. Потому отбирать кандидатов пришлось очень строго. Это семьи, где 6, 5, более детей. Есть небольшая категория, нам позволили расширить. Это пенсионеры, которые живут за чертой бедности, у которых доход меньше с 1100 гривен. Мы добавили сейчас мам-одиночек, которые с детьми инвалидами. К сожалению, очень много ДЦП детей и так далее. Они не совсем попадают даже у нас в помощь адресно-медицинскую по Харьковской области, как переселенцы. Им совсем тяжело. Оставшиеся наборы поедут в отдалённые уголки области. Волонтёры, рассказывает Наталья Назаренко, постарались охватить все районы Харьковщины. Нынешняя акция – второй этап проекта и пока последний для Харькова. Следующая помощь уже будет направлена в Луганскую и Донецкую область. Оксана Нщепаренко, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости.